Всем привет! Новости из нашего дурдома. В общем, вот что еще придумали для ЗАГСов. Предоставили документ, который будет до 3 декабря обсуждаться. Документ предоставили на независимую антикоррупционную экспертизу общественное обсуждение, которое будет до 3 декабря длиться. Смотрите, что в него туда внесли, какие запреты. У нас сейчас одни запреты везде идут, поэтому их ЗАГС не исключение. То, что у нас было не так давно, только вакцинированных расписывали. Потом, слава богу, это отменили. Но они пошли немножко другим путем. И тут вот как это все связано, я не знаю. Может быть, я от жизни отстаю. Сейчас вы сами послушайте. Значит, первое. Вход с крупногабаритными предметами. То есть, подкупить работников ЗАГСа ящиком водки у вас уже не получится. Вот интересно, камера и треноги, это крупногабаритные или нет? Многие смеются, что может быть невеста крупногабаритной. Ну, это как бы шутки. Дальше. Курение и распитие спиртных напитков, появление в нетрезвом виде. То есть, если раньше вы перед ЗАГСом там выпивали шампанское дома, то теперь вы это не имеете права делать. Вы должны быть как стеклышко. Привлечение профессиональных и самодеятельных музыкантов и исполнителей. Использование собственной музыкальной аппаратуры и носителей музыкальной информации. В общем, цыган с медведями вы тоже позвать не можете. И сами запеть тоже, как бы, эта самодеятельность будет. Поэтому тоже запрещено. Ну, в общем, грустняк на свадьбе. Пришли, там загоголинку поставили, но это еще не все. Использование собственного сценария. Ну, вот это вот все подыточить. Можно то, что вы ничего не должны предпринимать. Просто зашли, как вам сказали, так вы и сделали. Шаг вправо, шаг влево уже будет как собственный сценарий. Пребывание в верхней одежде. Ну, тут, я думаю, наверное, надеюсь на это, что имелось в виду. Что в шубах, в пальто. А не просто то, что в верхней одежде. А то как-то жених в семейниках, а невеста в сорочке, наверное, не очень-то будет смотреться. Дальше. Интересно вообще. Нарушение композиции интерьера в помещении. Передвижение мебели и иных предметов интерьера. И оконных убранств. Использование предметов мебели не по назначению. Ну, у нас же часто в ЗАГСах, да, люди приезжают и начинают там передвигать мебель. Как-то ее использовать не так. Там начинают делать перестановки всякие разные. Ну, вот, теперь вам это все запрещено. Так что терпите. И самое прикольное, то, что пользоваться мобильной связью тоже запрещено. А это, наверное, для того, чтобы вы, не дай бог, не включили неожиданно свою музыку, не начали там танцевать, петь, устраивать самодеятельность. В общем, работники ЗАГСа могут вам сделать замечание. Если вы не послушаете, а продолжите веселиться, то они просто вызовут полицию. И вот тут-то начнется веселуха. Вот тут как раз и закрутится все самое интересное. Но это еще не все. Есть еще новость, что теперь кто будет у нас не привед, те должны... Ну, это такое вот как предложение, что ли, что банки могут с вас потребовать все кредиты вернуть досрочно. В общем, ну, со всех сторон так зажимают, зажимают, зажимают. А я вот думаю, а может быть стоит всем людям, кто против этих кодов, ку-кодов, начать просто объединяться. Ну, как вот там в Казани сделали, они подвозят друг друга на машине вместо автобусов. Также там пусть будет своя полиция какая-то, своя армия. Свои продавцы, свои магазины. Ну, а что? Нам же говорят, у вас есть выбор. Ну, вот мы сделаем свой выбор таким образом. Начнем, как бы, свой быт обустраивать без этого. А что, будут свои поликлиники? Ведь не все врачи с этим тоже согласны. Если бы народ был немножко посплоченнее, то это бы все могло бы реализоваться очень легко и быстро. Тем более с нашими нынешними технологиями. Очень даже. Вот. Поделилась я с вами новостями. И пойду заниматься делами. Всем пока.